Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сердечно приветствую всех, кто на гречневом марафоне, кто со мной. Как я и предупреждала, это видео, к сожалению, выходит достаточно поздно. Оно выходит, я думаю, что оно выйдет ближе к вечеру, уж точно после обеда, для многих моих зрителей понедельника. Поэтому, наверное, многие могут начать во вторник свой гречневый марафон. Не успела, никак не смогла я записать видео о том, прежде всего, какую гречку выбирать. Зеленую, либо так называемую привычную нам коричневую, с детства гречку, каленая гречка еще ее называют. Как это может повлиять на результат, либо никак не повлияет. Сколько ее есть, как часто ее есть, когда заканчивать прием еды, что мы будем пить, что, точнее, я буду пить. Хочу сразу сказать, что я человек, который не имеет никакого медицинского образования. Все, о чем я рассказываю, это исключительно мой личностный опыт, который, я надеюсь, будет прежде всего стимулом для того, чтобы искать свою собственную информацию и примерять все это на себя, исходя, безусловно, из своего состояния здоровья, из того, как вы будете чувствовать себя, если вы решитесь начать гречневый марафон на гречневом марафоне. Сразу хочу сказать, что я выхожу на этот гречневый марафон достаточно подготовленная и сразу хочу приобретать всех. В этот раз одна зрительница написала мне, что я научу гречневый марафон, подобный, начинать на стареющую луну. И я совершенно точно с этим согласна. В прошлый раз я просто упустила этот момент, не придала этому значения. Не могу сказать, что из трех марафонов, которые я проводила, совершенно точно один у меня, первый, самый, наверняка, происходил, начался на стареющую луну, потому что он для меня прошел легче всего, он был самым долгим и самым-самым эффективным. Итак, в прошлом видео я рассказала то, чего вы можете ожидать. И сразу хочу сказать, что этих результатов вы можете ожидать от любого вида гречки. Поэтому какую гречку вы выберете для себя? Привычную, каленую, просто потому что зеленая в вашем магазине, ближайшем, не продается в вашем городе, вы не сможете найти. Либо, как было в моем случае, я выбрала зеленую гречку, у меня не было вариантов. Конечно же, у нас в крупных городах, здесь в Италии существуют так называемые этнические магазины, где я могу найти привычные мне продукты, и, возможно, гречку тоже бы я там нашла, но ехать до них сложно, долго. Гречки я не знала, сколько мне понадобится, поэтому я решила свой самый первый марафон начать с зеленой гречки. Что хочу вам сказать, дорогие зрители, я выпущу отдельное видео, если вам интересно, есть подобное видео в одном из гречневых марафонов, где я рассказывала про так называемый, не так называемый, так называется, гликемический индекс продуктов. И здесь хочу сказать, что если вы настроены, настроены поработать очень хорошо, достичь, возможно, даже больших результатов, а большие результаты, прежде всего, это более быстрые результаты, и меня спрашивают по поводу целлюлита, я спешу отдельное видео про целлюлит, потому что у меня его нет, я думаю, что здесь это тоже такая же история, на что я не обращаю внимания, пока меня не спросят мои зрители, но когда я начинаю размышлять о каких-то особенностях своего питания, своего дня, возможно, мне здесь тоже есть чем поделиться. Так вот, могу сказать, что то, как реагирует наш организм на продукты с высоким гликемическим индексом, либо с низким гликемическим индексом, также зависит то, как будем мы женщины выглядеть летом на пляже, поэтому, если вы настроены и от целлюлита избавиться, вам совершенно точно придется есть зеленую гречку, потому что зеленая гречка очень низкий гликемический индекс, она обладает одним из самых низких гликемических индексов, не только среди крупных, но и среди вообще продуктов, в то время как каленая гречка обладает более высокими, если не ошибаюсь, 60 гликемический индекс против 25 у зеленой гречки, и ядрица, так называемая, то есть еще мелкого помола гречка обладает еще большим гликемическим индексом, поэтому не берите ядрицу, если вы берете каленую гречку, пусть она будет просто коричневая, классического самого размера, и на то, как будут происходить те процессы, и те результаты, которых вы сможете достигнуть, о которых я сказала в прошлом видео, повторюсь, гречка зеленая, либо гречка коричневая, никак не повлияет, ваш выбор никак не повлияет. Что делать, если вы выбрали зеленую гречку и поняли, что зеленая гречка, на самом деле, очень мало продуктов, я сама знаю, вот так по памяти могла бы перечислить, когда один, скажем так, продукт в интегральном виде, он очень отличается по вкусу от этого же продукта, не в интегральном виде, или, допустим, один фрукт, либо овощ в запеченном виде, очень сильно по своему вкусу отличается от термически необработанного. Могу сказать, что с гречкой совершенно не так. Так, гречка зеленая, сваренная, запаренная, либо водой, мы ее просто в воде ее наставим, сейчас я скажу, как можно готовить гречку. И даже самая каленая гречка таким же способом приготовлена, это вы, поверьте мне, совершенно два разных вкуса, и как будто бы два разных продукта. У меня зеленая гречка по вкусу, а самое главное, по консистенции, ассоциируется с таким очень плотным картоном. Кто жевал в детстве картон по тем или иным причинам, из интереса, возможно, я думаю, будут иметь подобные ассоциации. Что делать, если вы выбрали зеленую гречку, вы настроились по максимуму поработать, на этот гречневый марафон у вас хороший и бодрый настрой, с чем я вас поздравляю, настрой это на самом деле половина успеха. Я, кстати, не выпустила видео, я поздравляла своих зрителей, я просто не успеваю монтировать, были каникулы, а потом я снимаю еще и еще больше, прежде всего стритстайлом. Вчера я, кстати, видео не смогла снять и выпустить, потому что мы были в двух очень интересных городах, обязательно расскажу, стритстайлеров покажу из этих городов. Так вот, я сказала в своем новогоднем видео по поводу цели, я хотела записать видео, и сказала, что как только мы осознаем нашу цель, мы можем считать, что эта цель наша достигнута, она выполнена, мы ее рано или поздно действительно сможем сказать, да, я достигла этой цели. Вот так же и здесь, в гречневом марафоне, действительно настрой это половина, а может быть даже больше успеха. Поэтому, если вы выбираете зеленую гречку и понимаете, что ну никак вам не вкусно, я бы порекомендовала чередовать. Возможно, одно блюдо зеленая гречка, другое блюдо не зеленая гречка помогут вам. Возможно, один день на зеленой гречке, один день не на зеленой гречке, тоже будет для вас хорошим вариантом. Поэтому смотрите, подстраивайте под себя эту диету, главное, чтобы вам было комфортно. И по поводу комфорта сразу хочу сказать, что насколько я знаю и насколько я практиковала, вы можете есть большое количество порций, то есть это может быть и 10 порций за день, и 20 порций за день, если вы съедите. И гречка может быть в одной порции в неограниченных количествах. Я, как говорила в своем первом марафоне, настраивалась тазиками есть гречку. И, возможно, даже так я и начала, сейчас я уже не вспомню. Это никак не повлияет на результат. Почему? Потому что при таком однообразном питании рано или поздно гречка вам надоест, и вы начнете сокращать порции. Сокращая порции, вы и получите, если сможете потом эту привычку в себе развить, удержать ее, вы получите как раз-таки то, о чем я говорила в предыдущем видео, вы сможете есть и другую еду меньшими порциями. Опять же, желудок сокращается, он не растягивается. Желудок, кстати, очень быстро реагирует на то, сколько много, либо сколько мало мы еды потребляем. Поэтому это очень важно. Гречка однажды вам надоест, это может случиться на третий, на четвертый, на пятый день. Вы сократите порцию этой гречки, и, соответственно, вы сделаете шаг вперед к вашей цели, которая является в том числе изменением количества еды, когда вы начнете питаться привычным вам способом. И в то же время вы начнете, как я называю, это, я не знаю, может быть, какие-то другие механизмы происходят, очищаться вкусовые рецепторы. Вы начнете по-другому чувствовать и ту же самую гречку, и те же самые продукты, которые вы будете потом водить после гречного марафона. Поэтому любая гречка, зеленая, либо каленая, подойдет. Количество порций варьируйте сами. Частота приема этих порций тоже вы можете варьировать сами. Солить гречку, либо не солить гречку. Я бы рекомендовала не солить гречку исключительно из того, что я знаю о гречке, что я знаю о соли, опять же, что я знаю об отелках, например. Я бы рекомендовала не солить гречку. Но я очень доверяю Виталию Островскому в одном из своих видео про гречку. Кстати, почему именно гречка, я посвящу этому отдельное видео, иначе это получится слишком глинным. Так вот, он сказал, что для тех целей, для которых, в общем-то, и делается именно гречневый марафон, такая разгрузочная моно-гречневая именно диета. Хотя, дозвительница меня спросила, Яна, если не нравится гречка, можно ли альтернативу? Я думаю, что можно. Я бы кому-то, например, и для себя выбрала как альтернативу, и кому-то я потом водила в свою гречневую диету. И буду, наверное, водить. Обязательно расскажу, как я буду выходить из своей гречневой диеты. Поэтому я бы, возможно, на кому-то поменяла. Но вы смотрите сами, потому что именно для тех целей, о которых я сказала, все-таки важна именно гречка. Так вот, Виталий Островский в одном из своих видео сказал, что можно гречку чуть-чуть подсаливать, если по-другому никак. На самом деле, это так же, как с волосами. Меня часто пишут, Яна, сделайте видео об алгоритмах, что, сколько, куда намешивать. Все очень индивидуально. И вот с гречневым марафоном тоже все очень индивидуально. Безусловно, если вы не можете есть не соленую гречку, то лучше ее очень хорошо посолить, чем, допустим, есть целый день ту же самую гречку с курицей. Либо вообще гречку убрать и сказать, я не могу есть не соленую гречку, я буду есть курицу и картофель. Нет, лучше уж подсолите гречку, ешьте в огромных количествах эту соленую гречку, подсоленную гречку, чем сойти с гречневого марафона, либо вообще его не начинать. Как готовить гречку? Гречку вы можете готовить тремя способами. В особенности, если она у вас скаленная, вам, безусловно, подойдут все способы. Первый способ вы можете сварить гречку. Единственное, что я бы порекомендовала варить гречку таким образом, вы доводите воду до кипения, где уже есть гречка, и тут же выключаете, и потом она у вас настаивается 20 минут. Нет никакой необходимости кипятить ее 20 минут, как очень часто написано на упаковке. Другой способ запаривать гречку, допустим, с вечера, и потом только разогревать, но это можно делать не с вечера, это можно делать с утра. И, соответственно, вы запариваете гречку, вы просто заливаете ее кипятком, и она стоит у вас определенное время, потом остывает, разбухает. Зеленая гречка, это тоже можно сделать, хотя гречка будет более плотной, безусловно, мы должны это понимать. Ну и самый простой способ рекомендую всем, в особенности у кого нет времени, кто, возможно, работает, и эту гречку берет, и вынужден брать с собой на работу, пожалуйста, вы просто залите ее холодной водой, поверьте мне, если уж она у вас ночью постоит, она совершенно точно разбухнет, до совершенно такого же состояния, как если бы вы ее сварили, и она у вас остыла. Возможно, даже она разбухнет еще больше. Поэтому, в общем-то, такой легкий способ я зачастую как раз-таки применяю, потому что для зеленой гречки он тоже подходит. Но если вы будете готовить зеленую гречку, не пугайтесь, зеленая гречка выделяет какое-то огромное количество слизи. И когда, кстати, таким образом гречку замачиваешь, а потом варишь, доводишь до кипения, слизи гораздо-гораздо меньше. Вот такой сразу совет тем, кому нравится зеленая гречка, кто хотел бы на зеленой гречке, но не нравится слизь, которая, если сварить ее привычным способом, то есть бросили в кипящую воду, выключили, гречка все-таки сохранит большую часть своей слизи. Сколько жидкости пить? Я человек, который не зациклен на жидкости, я много раз об этом рассказывала, я не пью 2 литра в день, я никак не рассчитываю свой водный режим. Я пью равно столько, сколько мне хочется, мне хочется чуть-чуть больше, когда жаркая погода, мне хочется чуть-чуть меньше, когда погода не жаркая. В среднем я выпиваю воды, на самом деле воду я практически не пью, в чистом виде практически не пью. Я не говорю, что это хорошо, я просто рассказываю о том, какой у меня питьевой режим. Но я пью очень много чая, травяного чая, зеленого чая. И вот сегодня с утра я приготовила себе, я приготовила себе вот такой напиток без чая, потому что у меня закончилась заварка, я никак не могу. На самом деле моя работа отнимает у меня, именно сейчас уже отнимают очень много времени, я даже не могу сделать то, что мне нужно сделать для себя. Я, например, зеленый чай никак не доберусь, не куплю, потому что чай, где продается, точнее чай, который мне нравится, продается в Паду, я всегда увлечена своим стрит-стайлом. И могу сказать, что вы можете пить травяные чаи, морсы, наверное, можете пить, единственное, что, конечно же, без меда и без сахара, то есть прямо-таки шиповник, допустим, просто сваренный на воде, возможно, кому-то это будет вкусно, кому-то нет. Воду с лимоном я бы тоже оставила и даже порекомендовала бы ее оставить, но я, например, не пью воду с лимоном, мне не нравится этот вкус. И вот сегодня я пила такой напиток, я просто взяла куркуму, куркума, наверное, на русском языке правильно ставится ударение, часто меня спрашивают, куркума на итальянском, возможно, на английском тоже, не знаю, на итальянском куркума, и черный перец, как советует Виталий Островский, и я заварю себе просто горячей воды, добавляю, заварю себе такой чай, потом разбавляю холодной водой, чтобы его было комфортно пить, выпиваю. Внимание, есть информация у меня, я ее встречала, не знаю, насколько она правдивая, я пока не интересовалась этим вопросом, что куркума является желчегонным средством. Это значит, что такой напиток вам не подойдет, если, допустим, у вас камни в желчном пузыре, но такие вещи обычно люди, у которых какие-то проблемы с желчным пузырем, либо вопросы с панкреатитом периодически возникают, вообще-то люди, скорее всего, знают, что можно, что нельзя, какие продукты можно, какие продукты нельзя. Я также говорила в прошлом своем марафоне, что гречку, и сейчас осталось по этому мнению, можно заправлять небольшим количеством растительного масла. Я очень люблю самое обычное подсолнечное, да, подсолнуха, семена подсолнуха, подсолнечное масло, классическое, самое недорогое, оливковое масло, я вообще не очень люблю. Для меня оно имеет слишком выраженный горьковатый вкус, поэтому гречка для меня просто с подсолнечным маслом, это очень-очень вкусно. Я также рассказывала, что я добавляю в гречку куркуму, я не варю с куркумой, я сверху посыпаю куркумой, также добавляю перец. Вот для меня это блюдо очень полноценно, при этом гастрономически, оно тоже имеет для меня свою вкусовую ценность. Я очень люблю просто зеленую гречку с заправленным небольшим количеством растительного подсолнечного масла, плюс сверху куркума, плюс сверху перец. Для меня это, в общем-то, прекрасный прием пищи. Сейчас примерно 12 часов утра, я выпила с утра свой чай, о котором только что вам рассказала. Я сделала пробежку, я сделала масочку на волосы, чуть-чуть поубиралась. Сейчас время примерно 12 часов, возможно, время подходит к часу дня. И я еще не обедала, гречку свою еще даже себе не варила, не запаривала, потому что вчера мы поздно вернулись, а сегодня сразу очень интенсивно начался день. Ну что ж, поздравляю всех с началом гречневого марафона, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока. Кстати, если у вас есть вопросы, обязательно пишите, я не отвечаю в комментариях, потому что физически не могу ответить. Также, кто знает мою историю с компьютером, знает, что у меня нет русскоязычной клавиатуры на компьютере, если я работаю на компьютере, я просто читаю комментарии, все держу их в голове, и потом стараюсь отвечать непосредственно в видео. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока. Яна Скворцова, Продолжение следует...